В последние годы проведению месячников оборонно-массовой и спортивной работы уделяется все большее внимание. В соответствии с государственной программой патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы, проведение мероприятий оборонно-массовой и спортивной направленности способствует подготовке молодежи к службе в вооруженных силах Российской Федерации. Помимо тысяч учащихся образовательных учреждений республики и их педагогов, в мероприятиях месячника были задействованы ветераны Великой Отечественной и войны в Афганистане, представители силовых структур, спортивных и общественных организаций. Скорее всего, когда участники этих соревнований пойдут служить, то проблем с армейской дисциплиной, заправкой кровати или обращением с боевым оружием у них не будет. Научился хорошо строевой, автомат очень хорошо разбирать, ездил летом на соревнования в Орленок, за наш город участвовал там, ну тоже по военным соревнованиям, там заняли четвертое место, по-моему, точно не помню. Так это очень интересно, из класса у нас сколько, 7 человек ходит, им очень это нравится, и хотят в дальнейшем поступить куда-нибудь в военное училище. От личных результатов каждого из участников месячника зависели общие показатели их образовательных учреждений. Итоги всех проведенных в рамках месячника мероприятий подводили в региональном отделении ДОСААФ. Вот региональный отделение ДОСАФ России, Карачаево-Черкесии, выражаю глубокую благодарность трудным коллективам и учебным, принявшим активное участие в проведении месячника оборонно-массовой работы. Уровень проведения месячника из года в год у нас улучшается. По итогам всех конкурсов в этом году впервые подведены итоги и выделены победители лучшие муниципальные образования, которые провели месячник. Победителям республиканских соревнований и конкурсов были вручены заслуженные трофеи, почетные грамоты и призы, среди которых всемирно известный автомат Калашникова, пневматические винтовки, фотоаппараты и оргтехника. Первое место среди образовательных учреждений за лучшую организацию проведения месячника занял лицей номер один города Узджугута. В числе призеров и восьмая школа Черкеска, занявшая третье место. А среди профессиональных лицеев первенствовал педагогический колледж имени Умара Хабекова, второе место у профлицея номер семь города Черкеска и профессиональный лицей номер шесть Станицы Зеленчукской занял почетное третье место. Необходимо отметить, что помимо этого Зеленчукский район собрал целый урожай призов, в частности за первое место по стрельбе с пневматической винтовки, а также как лучшее муниципальное образование. Руслан Альботов, Михаил Каракелян. Итоги недели.